Дорогая передача «Люди и вещи», с удовольствием смотрю тебя и с нетерпением жду каждого выпуска. И хочу попросить тебя, дорогая передача, рассказать о вещах, которая практически исчезла из нашей жизни, о бумажном письме или открытке. С уважением, твой зритель. Вот какое удивительное письмо, Александр Викторович, пришло только что в нашу передачу. У нашего глядача чудовий стиль. Но плохой почерк. Майстер писать листи, ну я думаю, что мы просто должны выполнять это задача, оскільки мы и так же без этого листа собирались поговорить про почту, про эти конверты. Видите, сколько мы тут всего нанесли. Отличная тема. Отличная тема. Тем более, что вот я лично жалею, что в последнее время мы мало посылаем друг другу бумажных писем и открыток. Слушайте, а какая разница между обычным листом и электронным посланием? Огромная. Ведь человек, который садился писать письмо бумажное, он должен был в голове уже держать весь текст письма. Иначе вот так вот кнопкой делить, как на компьютере, удалить текст невозможно. А, слушайте, а я думаю, что есть еще одна важливая особенность обычных листов, потому что можно вот так, даже не читаючи, поглянуть на написание и сказать, что человек чувствовал, в каком состоянии она была, когда писала. Для этого, ну, ну, надо только выучить почерк. Да. И что, например, вот вы держите письмо? А это очень интересный лист. Отправлено 21.09.1979. А пришло когда письмо? Да, вчера. Это такая радость несподеванная. Дивите, я даже еще не читал. Какая оперативность? А, и дивися, дивися, який текст, який почерк, что, вот подивися, это же просто витвир мистецтва. Ровные буквы, такие завитушки. И редкие, да, они не идут туда куда-то, а они так ревненько. Все очень, цитата из классиков. Цитата из классиков. И о чем же нам говорит это письмо? Я думаю, что автор этого листа был Сноп и Зануда. А какое было его психологическое состояние в момент? Он был в полном экстазе от себя. Мне кажется важным, что бумажное письмо это все-таки материальная вещь. Понимаете? В том смысле, что она оточена аурой. Да, да. А иногда и даже парфюмы. Ну и вообще получение, отправка письма, ведь это целый ритуал. Помните это? Танцует тебе письмо и тому подобное. А в 19-м столетии, так, были даже специальные поштовые дни, четвергие. Рибные? Нет, они потом стали рибными. А в 19-м столетии были поштовые. И только в этот день приносили и забрали листы. И у человека было целый тиждень, чтобы подумать, скласти листа, выучить на память и потом написать ревненьким почерком и без помилок. А представляете, вот как сейчас, только раз в неделю ты заходишь в Фейсбук и потом целую неделю думаешь, что ответить этому человеку. Представляете? Слушай, ты, это же такая классная пропозиция, особенно для современных батьков. Я вам скажу, что очень важно было, что письма приносил и получал живой человек. Почтальон в форме, с толстой сумкой на ремне, фуражки, с кокардой, с гербом. Он приезжал на машине или на телеге, на карете и издалека трубил. Почта приехал. Смотрите, какое шоу в 19-м веке было. Супер. Слушайте, а вы помните, вот, как писали такие листики, листовки, колись? Да, я даже однажды отправил себе открытки в День города, для того, чтобы на них поставили праздничный штемпель. И теперь эти праздничные открытки храню как память о празднике. А я тоже знаю такой случай. Так, колись мои друзья тоже сами себе написали листи. И потом на собачках, на собачках, да, десь от Норвегии до Нарьянмара, то проехали вот эту всю-всю-всю отстань, зупиняющись в каждом пункте, для того, чтобы поставить штемпели. И все это только для того, чтобы похизоваться перед друзьями. Коллекционеры сумасшедшие люди, на самом деле. А теперь, ось эти электронные листования, они какие-то такие крутенькие, кострубатые. Это не слова, а обрубки. Сиписи, самость спасибий. Вот тут я с вами согласен. На самом деле ведь и форма письма должна отражать его содержание. Это в каком смысле? Ну, в том смысле, что вот раньше этот албанский язык не работал, и приходилось долго, подробно, обстоятельно писать письма, понимая, что, кому и по какому поводу ты пишешь. А еще красное письменство нас навчает, что листование было в засобе свабления. Ну что, совращение, что ли? Самое так. Вот уявите себе барышню. Она живет в таком узеньком-узеньком свете. И вот эти листи для нее такие маленькие-маленькие веконечко. Ну, для свежего повітря. И вот человек, который хочет ее свабить, пишет ей листи, где идутся про самое сакровенное. Ого! А что такое у нас сакровенное? Это нужно замуж. И так далее. Ну, так подождите, сейчас же в интернете все то же самое происходит. Так, но сегодня как-то оно швиденько происходит. Там пару часов, максимум пару дней ранее. Это были месяцы, годы. Да, раньше это занимало долгое время. Ну, давайте не будем демонизировать интернет. Потому что я думаю, что на компьютере можно писать листи не гірше, чем листи обычные. Не, ну, как вы это себе представляете? Вот берете вы компьютер, например, да, и пишете. Беру компьютер. Глубоко уважаемый государь. Сим письмом спишу язык. Ну, что же это такое? Ну, вот, дивиться, пишу. Вельми шановный пани. Так. Цим листом. Так. Хочу помидомить вам. Так. Что, подібную голематью, яку вы называете листами, интернетом можно надсилать так само успішно, как и обычной почтой. Да нет, ну что вы. Где конверты, где марки, где штемпели, в конце концов. Слушайте, ну, а навещо нам, взагалі, оцей конверты, марки и, и, и все, я как их называю, штемпели. Штемпели. Ну, как, ведь, понимаете, на конверте можно увидеть то, что полностью поменяет смысл письма или дополнит его. Ну, давайте подивимось. Дивіться, у меня такие конвертик. На нем написано «Свята півноч». О, то я пишу листа у моей дамы, вкладаю цю листа в цей конверт, надсилаю, вона отримает. Праздник Севера. И что вона про меня подумает? Ну, сначала она подумает, вообще нужны ли вы ей. Может, вы лыжи и Север любите больше, чем ее. Но на самом деле, ведь эти рисунки, штемпели, марки, они же полностью могут изменить содержание письма. Ну, и жизнь тоже. А еще я знаю, что на конвертах часто люди, вот у меня тут есть тоже пример, записывали разные вещи. Да, вот было модно писать «Жду ответа», как соловей лета. Причем это без всяких шуток. Реально люди ждали ответа, бывает, и до самого лета. И подводя итог нашей передачи, что же мы можем ответить нашему внимательному зрителю, который написал нам письмо? Какой вывод мы сделаем из нашего разговора? Ну, по-перше, желание листоваться не знищенно. Во-вторых, меняется с годами только форма. Содержание остается таким же самым, как и сто лет назад. Тобто, листи и листовки никуда не поделятся. Адже, желание спілкуваться в письмовой форме – это такой самый базовый инстинкт, как жить, дыхать и снимать телепередачи. То есть, люди, пишите письма, это очень интересно. СПС. 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 СПС.